миллион четыреста но это конкурент камри получает задняя лавочка вот это прям как такая как скамеечка и она морально младше это пластик здесь смотрите машин еще много давайте обозреваем црв вот я говорю интересен он не тем что он шорт как subaru прям по-любому надо посмотреть тоже вот такая разнообразие мелочь а вот приятно когда у тебя на машинах эти 250 тысяч пробег уже в резервное время берет свое лицо какое-то свежее я думал это потертость такая багажник такой интересный но узкий смотрите сколько материалов вот просто на вот этом одном участке моя небольшая довольно-таки рука среднего размера и вот или взять черный баллон прям поддуть это всем матовым парни всем привет вы на канале роман гол значит события переносится в город томск и так значит я решил поменять масло перед поездкой перед дальней дорогой на хондочки смотрите как здесь удобно все одно окошечко открывается для замены фильтра и второе для стримной пробочки ведро готово масло лукошка готова кто смотрел прошлый видос уже в курсе один момент только фильтр забыл купить блин это тряпочкой про друг и сегодня мы с вами посмотрим этот замечательный город которому уже больше 400 лет мы начнем конечно с того что поедем на местный авторынок и попытаемся продать вот эту тачку это у нас значит площадь ленина сегодня субботнее утро прекрасная хорошая погода как говорят томска то маленький питер тачку помыл фото сделал объявление тут местную симку сделал все как это по классике конечно проспал блин уже пол одиннадцатого то на авторынке надо пораньше это авторынок здесь с давних времен еще с праворудных времен когда естественно там везде были авторынка везде торговали этими праворудными машинами когда их пачками гоняли значит исторический авторынок здесь сложился в хромовке я так понимаю это пригород ближайший сейчас пока это как говорится все разнюхаем здесь как как чё вообще куда здесь вставать куда загнать можно тачку спецстоянка по охранению задержанных твс а это штрафстоянка здесь колючей проволокой автосалон тут же ну вот ребят за моей спиной находится авторынок рядом соседствует он со штрафстоянкой это получается авторынок ну вот на первый взгляд я еще не заходил не как допустим в новосибирске или в иркутске в том же когда заезжаешь да и выставляешь свою машину сам продаешь а как в москве и питере то есть там авторынков как таковых нету там есть автосалон то есть это один из автосалонов но может самый крупный автосалон какой-то вот но исторически здесь был всегда авторынок даже на карте в дубльгисе смотришь здесь написано авторынок с 8 30 до 17 30 субботова а это не стоит стройматериал так вот у нас получается авторынок можно сразу оценить вот цены солярия с 12 год 1 и 4 автомат черный 479 тысяч на колпачках черный это народные такие автомобили сразу на входе стоят вот тринадцатый год 97000 пробег 459 вот пятнадцатого года солярис беленький тоже на автомате с красными суппортишками все как мы любим хэтчбэк кстати рио рио 83 пробег 1.4 автомат 600 тысяч красивая такая пойдем еще что-нибудь посмотрим вот популярная камри так пятьдесят тысяч пробег 2.4 кожаный салон почти миллион шестьсот более дороговато мне кажется там вон дальше я смотрю подешевле есть так семнадцатый год двенадцать тысяч километров пробег ого ничего себе интересно пробег 12 тысяч километров стекло родное посмотрим а она закрыта там какие-то машины я смотрел открытые есть это закрытая на шипованной резине о коричневая кожа тут коричневые салоны бывают у них да интересно смотрится так семнадцатый год пятьдесят тысяч километров полтора так вот это подешевле 90 тысяч километров двенадцатый год киа серата одиннадцатый год восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят девять тысяч цена 80 пробегов ксидор двенадцатый год хэтчбек 1.6 пробег 123 540 вот это вот интересная машинка сто пятьдесят тысяч пробег десятый год киа су пятьсот тридцать девять тысяч так лобовичок ксидорский стоит а я закрыта интересная машинка они правда переднеприводные насколько я помню но джипасты типа как из x4 конкурент переднеприводные есть 24 полный привод бывает ребята прикуривают машины активно движуха идет так камри восьмой год семьсот тридцать девять двести тридцать тысяч пробег да ну конечно да реально 230 тысяч тут наверное есть смотрите вот фаре есть недостаточно лобовик оригинальный но уже походил как говорится вот камри смотрите 230 тысяч пробег вот сиденье в таком состоянии велюрчик это комплектация r1 наверно вот руль кожаный достаточно прилично еще уже получается здесь темное дерево и кранчик камера есть все четко так чё парни чё еще посмотрим какие машины с вами вот королка такая интересно в принципе четырнадцатый год авенсис уже перестали у нас продавать и получается вот такие королы они как бы заменили и авенсис и коровну и соответственно и корову модель пятьдесят девять тысяч пробег автомат четырнадцатый год восемьсот тридцать девять тысяч так ну бамперок конечно бамперок конечно да я бы наверно его покрасить не так страшно хоть машина да и свежая но поставить его на место и покрасить не мешало бы лобовик кмк так ну тут что получается у нас тряпочный салон вин на м начинается это то есть она не японская какая-то турция какая страна знает сборочки спорт режим есть но это все нормально долгожданная машина у шамаича он там ездил душа тонна коробку забыл спорт переключить спорт переключил и можно душить уже но современненько так здесь панель такая панель такая уже под немцев сделанная когда вот японцы начали под немцев косить вставочки алюминиевые на дверях смотрится все очень хорошо сколько в вашем городе такая коробка стоит в принципе довольно таки распространенный же вариант да ну вот салончик я бы пришло это под спадки не чистил конечно принципе брызнуть так хотя бы по легкой черная тряпка вот она марка она конечно может не дорогая в этом производстве но вот она марка получается нижневартовская это так багажник закрыт у нас приус приус 559 тысяч восьмой год вот я тоже засматривался засматривался на этих триусов дилерский но вот это понимаю это не америкос у нас тоже но не дилерский смысле европеец вот салона мне к сожалению светлый мне конечно больше темный нравится но по этот по по дизайну там внутри красиво так багажник тоже открывать аккумунные рассевшие наверное аккумун и севшие на этих машинах поэтому багажник электрическая же кнопка там стоит поэтому не открывается и шины я смотрю зимние нам на некоторых машинах и на некоторых машинах он спущенные колеса такие моменты бывают киа киа кстати стали делать реально вот этот сул я там смотрел новый кузов сула вышел просто как на рейндж ровер похоже такое дизайн конечно они у них вообще есть космический ну и цены соответственно уже они и стоят уже как японцы практически вот оптима девятнадцатый год миллион четыреста двадцать три тысячи пробег открытый интересно такой вот интересно по это посидеть посмотреть круто так аккуратно тоже черная тряпка но здесь уже по изящней то есть здесь про строчка из другого материала да здесь вертикальная да тоже здесь уже под кожу так сделано но это кожа это есть кожа есть тоже по строчкам соответственно вот смотрите ребят 23 тысячи пробег сделано в корее по вину все четко миллион четыреста но это конкурент камри получается конкурент камри здесь под сиденья вот это изофикс наверно так розеточки а тут сразу юсби идет у нас а тут стандартный прикуриватель там шортка какая-то о-хо-хо-хо сзади кожаные эти штучки кармашки кожаные вот здесь работает аккумулятор посмотрим да как оно а это сиденье откидывать то есть отсюда можно ну-ка дернем она наверно надо толкнуть здесь бога этот бензобак можно механически открыть такой вот коврик резиновый а вот церва я такой бы хотел лусь и что-нибудь такое здесь все естественно завод вообще даже он в целлофане какие-то элементы лежат шагрень такая на этом на заводском покрытие но на новых машинах на многих грубоватая такая шагрень так ну это хандарь у нас хандарь видно на полированный черный восьмой год 680 тысяч повидал тоже так а пробег какой у него 114 тысяч это наверное что-то мотор не посмотрел судя по салону двухлитровая комплектация двухлитровым мотором дуль кожаный ручка кпп до двушка здесь уже такой не просто тряпка типа на по какая-то или как это ну в общем какая-то тряпка такая прокачанная но и не велюрку и не тряпка что-то что-то среднее был у меня такой аккорд 24 type с синий красивый на 18 литье родном вот но как-то по динамике у меня не очень понравился в камре поинтереснее 2 и 4 тех же годов багажник такой интересный но узкий глубокий но узкий в принципе это седан так предыдущее поколение honda блин машин вот смотрите машин еще много вообще ну то что расстоянку не считаем машин еще и конкуренты мои вообще мы туда сейчас пойдем смотреть моих конкурентов сейчас тут по-быстрому посмотрим что еще интересного есть зачем глаз зацепиться вообще он круз как у сереги у сереги конечно вообще он такой мажорный прям на больших колесах на литье у от opel mokka она здесь я так понимаю жигуляторы и в жигуляторах нет не разбираюсь кстати вот этот opel astro наверное давайте посмотрим интересен он тем что это универсал я так понимаю это не хэтчбэк то есть это и маленькая машинка ну такая компактная и она универсал чую turbo наверно там еще и полный привод она закрыта что не открыла вот здесь салон такой прям интересный комбинированная кожа то есть но или это кожа вот по такому состоянию при пробеге 200 тысяч километров и запилеют у меня антара была и не одна даже в принципе неплохая машинка за свой прайс там в районе 500 я брал 32 мотор вот меня надо порадовала и в плане бизнеса автомобильного в плане инвестиций и в плане эксплуатации тоже 489 тысяч 12 год автомат такая вот такой вот opel вот я говорю интересен он не тем что он универсал здесь я так понимаю тоже бюджетные бюджетные машины бюджетные из бюджетного что мы с вами посмотрим nissan ad вот смотрите десятый год 369 тысяч это такая рабочая лошадка японская а здесь чудо этого нифига себе это что продается все вот это да это прям залежи такие шин и практически все ну и летние есть тоже на и зимних много это такая рабочая лошадка то есть у нее задняя лавочка вот это прям как такая как скамеечка но она и стоит тут у него стоимость небольшая здесь это проложено как это пленочка какой-то специальный ну то есть для работы такая машина с таким вот звуком характерным закрывается но салон я так понимаю здесь посовременнее должно быть уже уже все равно такая как японская четверка в принципе японцы да делают они просто но просто но дешево и все равно смотрится это более-менее как нормально так интересное вот это решение здесь то есть боковина здесь сиденья сделано из типа вот из такого материала как на полу коврового какого-то странно это не трясь экономили почему мы ни одну бэху здесь не видели а ребята а ну и по регионам кстати я посмотрел здесь практически все на местном регионе даже увидел уральский регион и получается как выбилось из общего вида вот омский регион toyota vish кстати вот хвалят такую вид таких вишей 1.8 передний привод пробег 242 так закрыт у нас лишь закрыт на наполовину здесь у третий ряд сидений у нас есть сушится наверно после химчистки вот так вот все это ездит черный салон тряпочный дверь такая просто огромная вот реально это как минивэн считается наверно но дверь реально такая лопата прям прям непривычно даже обычно они скошены и так идут для задней уже двери здесь я например квадратная такая чтобы удобно на третий на третий ряд было садиться так тут не открывается у нас тут мы видели за руль ну вот кстати интересно так руль прошит смотрите сверху шов то есть первый раз я даже вижу обычно швы у нас идут по диагонали то есть квадратиком ну эти 250 тысяч пробег уже в реферное время берет свое уже он чехольчик на коробке передач сидение уже подъюжен и 2005 год 15 лет машине ну subaru subaru прям по-любому надо посмотреть такие форики такие форики у меня были сейчас посмотрим что тут у нас руль справа 2002 год 500 тысяч 160 тысяч пробег двушка турбовая 220 лошадей кстати вот европеец так так какой год 2002 а что то у нее лицо какое-то свежее для 2002 года по-моему с 2005 года такое должно быть лицо передней части я имею ввиду к сожалению закрыт вариант и за и зад кстати тоже ну наверное рестайлинг кто-то сделал а не зад зад дорестайлинговый здесь зад здесь дорестайлинг видимо не доделали по идее задние фонари но они нам дороже рестайлинговые здесь намного дорестайли если за 1000 можно взять вот такие фонари я даже сам покупал потом не понадобилось там продавал за 1000 а рестайл уже там по-моему по пятаку задние вот эти стопы перед наверно так же стоит так ладно BMW x1 интересно 98000 пробег двушка вот привод меня интересует этот что задний вот такая вот полный привод в принципе такая ничего ну конечно клиренс клиренс низковат привод что-то не указан к сожалению так ну вот посмотрим немецкую тряпку после японских машин сейчас пробег заявлены 98000 напомню руль кожа здесь уже такая погрубее идет сидение вот видите то есть это просто черная а ну вот это черная тряпка типа как обычно идет и здесь тоже другой материал уже тоже тряпочный но по это по качеству x1 что у него багажника есть интересно посмотрим сейчас то есть здесь сделано типа как под алюминий но это я так понимаю пластик ну багажник в принципе в принципе есть даже двойное дно нормально еще ниже еще глубже если копнуть опа ну бмв воды короче бмв производители в своем репертуаре аккумулятор здесь поставили подушечку еще какую-то выемку а запаска нам не нужна конечно запаска для слабаков но здесь соответственно и шины должны быть на которых можно ехать даже на монтажке а не как я на этих на ободе на голом а шины здесь стоят кумхо я вот не знаю тут runflat по идее где-то должно быть написано но пока я не вижу этого обозначения семнашки 215 на 50 уже такие как бы рисунок кстати красивый но уже повидавшие виды в то же время ничего не щадит Леха без ценника здесь вот джип джипари такие L200 659 тысяч тут все все на девятку заканчивается на все машины цена заканчивается на 9 скендайчик крета значит красивый цвет такой прям сразу за цвет лайк 36 тысяч пробег 18 год вот тоже привод интересен на такую машину потому что их много переднеприводных лобовик родной восьмого года ну восьминадцатого с восьминадцатого дворочкой тачка закрыта а равчик равчик тоже не ну красиво красиво вот тоже корейцы говорю корейцы красиво начали делать равчик двухтысячный год вот тоже блин машины они время идет они вообще не дешевеют то есть пять лет назад этот рав не меньше точно стоил витара вот интересно 2008 год витара 2.4 двигатель объем 0 но по лошадям я вижу что это 2.4 629 тысяч вот я такую витару на кажется на сто тысяч дешевле продал а она еще и на механике что ли закрыты паркетники у нас что ли не оптима вот эта красивая свеженькая так ну вот crv ну хоть crv это открыто да crv открыто давайте обозреваем crv вот пожалуйста десятый год 959 тысяч пробег 136 тысяч но мотор правда 2.4 но даже какую-то легкую конкуренцию моей машине это составляет то есть у меня миллион 150 цена ну тут 200 тысяч разница ну и соответственно кузов другой и на три года она старше ну и комплектация соответственно здесь 2.4 конечно кожа рожа все дела люкованая она здесь такой вот проход есть интересный коробка перед так а это ручник нифига интересное решение honda тоже вот ну-ка а зеркало здесь зеркало зеркало такое же как у меня прикольное ну пробег тоже 136 тысяч конечно тоже время свое берет постепенно постепенно ну так интересно в салоне есть интересное решение тоже вот эти ручки такие массивные сделаны вот здесь то есть такой вот вместительный достаточно отсек два подстаканника вот здесь смотрите здесь под usb сразу флешечку у меня флешка в подлокотнике я говорю ну там бардачок обычный нормально так honda тоже вот интересные вещи делают ну состояние как бы тоже индивидуальное у каждого автомобиля опять то есть смотрите здесь эта полка стандартная так что то пошло не так вот это стандартная полка здесь получается одно дно вот так поднимается здесь еще одно я так понимаю вот эту штуковину ее можно и вот сюда поставить кажется у меня на outlander и так было одиннадцатого года ну и здесь соответственно у нас запасочка тоже kenda как и на моей honda kenda вообще велосипедная фирмы ну шины велосипедные делают максимум десять килограмм здесь можно положить блин нравится не тонированные машины ну здесь мигин это тоже фирма такая тюнинг тюнинг тюнингом занимается на honda вот с этими с парктрониками вот здесь конечно жесть вообще то есть у них болячки вот эти парктроники они со временем короче здесь вообще что то непонятное с ними обычно вот так скол прилетает в него камушек прилетает и все и до свидания парктроник смотрите сколько материалов вот просто на вот этом одном участке то есть здесь вот такой пластик да soft touch такой знаете это крашеный пластик у нас серый шершавый тут другой как бы по-другому крашеный пластик уже с горизонтальной такой горизонтальными линиями здесь синий пластик но здесь тоже синий и здесь уже обычный пластик ну такой как здесь например то есть раз два три четыре пять вот это все из разных материалов сделано что тут у нас еще есть из парктроников 700 тысяч Outlander восьмого года 215 пробег в Сибири конечно у нас да цены цены у нас в Сибири посерьезнее чем в том же в Питере помните я таких Outlander смотрел они там гораздо дешевле ну не гораздо но и подешевле кто не видел с Питера с обзора авторынка Питера видос обязательно посмотрите это у нас Outlander десятый год уже рестайлинг 740 740 двухлитровый привод привод вот ребята тут не пишут имеются повреждения ну кстати задница у них одинаковая как-то я фонарь задний на Outlander покупал задница у них одинаковая вообще то есть фонари подходят Outlander XL во жучок жучок вот такой тоже как-то хочется купить а не знаете такие раскраски жёл другого цвета зеркала там еще там что-то другого цвета жучки такие мне нравятся турбового какого-нибудь заряженного купить на таком пожигать ну это просто простая комплектация тряпочная 739 тысяч 120 тысяч пробег четырнадцатый год на механике а так они получаются идут полный привод только турбовый а передний привод они идут простые моторы 1.6 там 117 лошадей и еще какой-то есть еще кажется 106 ну вот это наверное конкурент не конкурент посмотрим наши тачки шестнадцатый год не ну это посвежее 60 тысяч пробег шестнадцатый год 1580 и цена конечно намного выше на 400 тысяч и ну и сама машина посвежее посмотрим допустим состояние даже оценим сравним да ну тут да конечно по 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 интереснее это уже и она морально младше эта модель то есть видите здесь с экранчиком ну у меня тоже экранчик есть но поменьше вот эти заглушки блин вот такую заглушку где-нибудь потеряешь и все ее потом на разборе вон за полторы тысячи тебе продадут они знают потому что что дорого эти вещи стоят здесь дожди были вот дня три где-то так так вравчики значит тоже здесь здесь во-первых какая-то акустика такая интересный голос такой я не знаю на камеру это слышно нет тоже так то есть это вот так делается сетка такая да блин я недавно кстати за тысячу рублей знаете что продал в раф 4 вот сюда этой в собачатник то есть отделять багажное отделение от салона сеткой такая ну оригинальная с раф 4 2005 года вот запаска есть 165 на 80 D17 именно D а не верно но тут да есть запаска но тут уже не посмотришь там знаете герметик там тут надо уже более глобально разбирать все эти вещи ну или вот так вниз например вниз кстати вот местная наверно местная эта машина свежая томская посмотрим как там ржавчая она есть нет за пять лет что-нибудь появилось целых два мурана вот 530 тысяч это что у нас восьмой год соответственно рештайлинг европеец я думаю двести тридцать четыре лошади 3.5 мотор мурана 530 тысяч а это за 500 седьмого уже года двести семьдесят тысяч пробег заявлен но у них болячка короче вот эти хром трескается и они видите что здесь покрашено что здесь покрашено при том при том там кажется прямо на хром покрашена здесь ободрали закрыто хотел сравнить одинаковые машины вот год отличается год разницы и хотел сравнить ну здесь вот это дермантин вот эту штуку сделать вот у нас новосибе стоит элемент поменять тысячи рублей стоит и причем черная кожа это самый простой вариант для ремонта то есть очень легко подобрать если тряпка какая-то особенно сине-черная уже намного сложнее подобрать то есть у кожников в основном черных кожаных вот этих элементов очень много всяких разных моделей валяется а если уже бежевая какая-то уже оттенки там другие уже все это сложнее получается вот это вообще красавец финик но тоже они конечно могут проблем такие доставить одиннадцатый год 1340 112 тысяч пробег 333 лошади так же как на бэхе на семерочке ну здесь уже бежевый салон такой уже здесь как-то по дизайну поинтереснее сделали все с часиками да с фирменными то есть лепесточки руль такой видно прям грубоватый прям как на немцах практически такой конечно можно было бы покатать что-то здесь сзади вообще места нет не очень много не для задних пассажиров видимо машина вот колеса как у инфинити конечно это двадцатки резина хайда какие-то на суппортах это прямо здесь это для прокачки тормозов что ли прямо здесь вот эта пипка интересно удобно а это электрический я по колхозному хотел открывать так ну-ка посмотрим что здесь у нас что инфинити нам дает вот 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 эти вонючки японские такие популярные пахнут вкусно так здесь на какой-то машине у меня так было то ли на x-trail то ли где запаска ё-моё блин нифига там бананище сабвуфер базы фирма как говорится веников не вяжет но так по состоянию я смотрю моя црв вот на фоне здесь вообще машин ну прям нормально будет выглядеть то есть здесь есть конечно время не щадит есть всякие огрехи это мы по состоянию у некоторых машин здесь что-то вот запотевшие эти стекла наверное отмечистку делали спартейдж так спартейдж одиннадцатый год двушка девятьсот тысяч девятьсот тысяч рублей спортик а этот вот восемьсот восемьдесят девять чуть дешевле тринадцатый год дизельный кстати интересно дизельный дизельный паркетник kia как это вообще как современные дизеля у кого-нибудь есть такой в пользовании то есть здесь все уже современненько с юсб с ауксом но руль конечно что-то с ним случилось в виде потрескался как-то вот такой автобус глянь восьмой год девятьсот восемьдесят девять тысяч 200 тысяч пробег не ну это конечно шик вообще просто шик здесь уже вот по ступенькам надо забираться сюда всего лишь тут меньше миллиона стоит такая машина просто здесь место здесь как бы и минивэн и джип и все подряд о интересно ну-ка это вот так здесь да сделано блин блин вообще прикольно тоже вот такая разнообразие это мелочь а вот приятно когда у тебя на машинах нигде такого не видел капитанские ручки такие задний ряд разделен у нас подлокотником вот таким здесь что-то лежит даже блин пульт какой-то что ли от чего-то от вот этой системы что ли пульт здесь ничего не сломаю здесь то есть то есть здесь вот как это как прямо на премиум седание то есть сзади управление то есть у вас свое у пассажиров но здесь я так понимаю пульт ладно не буду его выдергивать оттуда здесь подстаканнички прикуриватель подогревы то есть соответственно это задних сидений блин интересная тачка конечно черные салоны мне интересно но мне конечно больше нравится черные салоны они практичнее они смотрятся гораздо богаче а вот все откуда практичнее светлый серебро естественно самый практичный так что тут где открыть где эта кнопочка где нажать опа движуха реально тут идет по рынку спину дышат прям несколько компаний а или это одна компания просто много человек нет ни одна вон люди ходят вон короче сзади тут я хотел открыть багажник но тут вот просто можно еще можно мою мазочку маленькую здесь поставить здесь то есть бесключевой доступ все вот эти моменты я же хотел такого финика кстати такого я по-моему хотел купить нет следующий кузов я хотел купить и цена была тоже кстати в районе вот в этом районе примерно такая же цена в Питере хотел это сделать но там цены другие конечно за счет этого и как бы 10 лет 10 лет я и существовал я и семью содержал как альтернатива если нет никаких связей ни образования нету особо можно вот заниматься видите разница в цене вот я реально новый кузов я по-моему двенадцатого года я смотрел финик вот в инстаграме я скидывал примерно в эти же деньги по-моему или миллион ровно что-то такое то есть не астрономическая разница была там новый кузов конечно как грибок такой уже совсем другой калинкор там идет прада прада кстати мне на обмен предлагали две тысячи какой-то четвертый каждый год четырехлитровый с запаской сзади на двери за девятьсот пятьдесят тысяч мы предлагали ну то есть он стоит девятьсот пятьдесят тысяч и мне сто тысяч доплаты ну как предлагать просто на словах пока то есть разница в цене у нас двести тысяч а предлагали доплаты сто тысяч как это обычно бывает прадик значит сиденья здесь имеются дополнительно как-то они крепятся наверно отдельно вот я думаю сюда я не знаю кто-то пользуется вообще кто-то садит людей в багажник вот возит так это как надо вот сюда вот наступил да сюда потом потом сел кто-то возит еще и в прадиках подскажите блин ну здесь конечно по это поела коррозия поела коррозия здесь бы взять черный баллон прям поддуть это все матовым ну серая кожа тоже недостаточно практичная такая что-то дверь как-то побалтывается я конечно не техники связываюсь но обратил бы внимание вот кстати обратите внимание боковинка вообще сколько тут пробег написано миллион двести девяносто седьмой год пробег двести тысяч офигеть смотрите двести тысяч пробег это нормально вообще она как новая то ли перешита то ли что ну-ка сравнитесь с этой интересно так и руль такой ну руль руль походу да перешитый наверное сиденья тоже подремонтировано ну лучше подремонтировать а там ничего плохого нет зато нормально как ничего не порвано ездишь как человек прадик да конечно рамка у него но здесь тоже взяли все помыли я так понимаю можно было можно было наверное не мыть а регион 154 наш но это еще не все вот смотрите у нас еще спортейджа три есть да вот этот наверное конкурентный ну внешне это как рестайлинг идет она интересная но внутри в принципе здесь могли что-нибудь придумать тоже поинтересней экран это хорошо руль красивый кнопок много переключателей просто огромное количество вот здесь какой-то это узор такой я думал это потертость такая это узор такой здесь то есть это повсеместно вот везде есть это узор такой на тряпочке так что у нас тут есть драйв мод видно сразу полный привод блокировка парктроник помощь при спуске здесь у нас 12 вольт 12 вольт 180 ватт аукс usb что-то не знаю что такое ну магнитофон думаю выключать я думал знаете здесь оно щелкнет так смотрим смотрим так что у нас здесь есть здесь тоже у нас розетка уже третья то есть розетка и здесь usb закрою открыто было коврики кстати интересные такие тоже типа как у меня но черные конечно поинтереснее вот тут бежевые они выделяются сильно короче я к черным салонам расположен тут расположен так здесь у нас как обстоят дела по идее полочка здесь может поместиться папочка все это оригинальное все это приятно полноценная запаска лежит нормально лежит полноценная запасочка польская смотрите made in poland в польше делают вот со смоленска lexus ну-ка интересно сколько стоит он спеццена миллион семьдесят девять восьмой год три пять двести семь шесть лошадей двести тысяч пробег смоленский lexus бронепленки смотрите капот в броне здесь хромированные вот эти тюнинг такой колеса кажется поменьше чем должны быть двести двадцать пять на шестьдесят на семнадцать но это lexus конечно просто здесь роскошь роскошь все в дереве в таком знаете как это под береза или как береза бежевый салон не любитель я кому очень нравится бежевый салон расскажите мне кажется толстные минусы цвет джинс джинсы сразу отпечатываются синим красят эти сиденья вообще со временем больше ушатывается бежевый салон подлокотничек симпатичнее такой были у меня такие рексы 330 а я один 350 покатался на таких в свое время но вот этот кузов до сих пор актуален остается даже вот не меньше я даже скажу чем следующий цвет интересный такой типа бордовый не бордовый непонятно какой-то цвет клевый это миллион пятьсот и тут конечно а тут это это тут тюнинг да такой интересный такой тюнинг прикольный ого здесь скрытое такое место хоп спрятал здесь люк возьми в кредит здесь джойстик видимо менюшку управлять ну как вам ребята цены томские на авторынке с томским это что такое тут то есть коврики тут два комплекта ковриков то есть тоже какие-то тюнинговые пошитые на заказ вот это тоже тюнинговые пошитые на заказ и там сверху родные резиновые ванночки так здесь закрыто это у нас напомню одиннадцатый год сто тридцать пять тысяч пробег миллион пятьсот тридцать девять ну полтора короче хозяин грубо говоря хочет за него а здесь миллион двести семьдесят девять одиннадцатый год мне кажется здесь тоже поинтереснее смотрят бежевый салон как-то но не очень не очень по душе здесь все родное у нас более такой черно-серый дизайн бежевый аккумулятор разряжен собаки пойти еще дальний угол посмотреть тужики еще вот такие интересные они хоть и не ликвидные я бы сказал ну возможно на мой взгляд такой у меня такой машины никогда не было но они такие интересные так посмотрим один и шесть бензиномеханика девяносто тысяч пробег шестьсот шестьдесят тысяч стоит машина отмечу сразу линзованная оптика да у нее дизайн такой своеобразный да типа как мини вынесли здесь окошечко отдельно два стеклоподъемника только передние сразу бросается что ткань коричневая здесь два динамика здесь подхром здесь полированный пластик черный офигеть я не знаю на камеру видно нет но рулечек очень маленький вот смотрите моя небольшая довольно таки рука среднего размера и вот руль он очень маленький компактный такой здесь вот такой интересный пластик как шелкография такая знаете но это реально пластик блин пыжики вот тоже интересные ручники я так понимаю бумер смотрите из жмурок вот он где оказывается шутка конечно но похожий тоже зеленый что это по это это какие пыжики это ручка я в